Итак, они говорят, что женщину-мусульманку угнетают. Так давайте посмотрим на факты. И те, кто призывают к свободе женщин, призывают к равенству, призывают к справедливости, и говорят, давайте защитим женщину-мусульманку от угнетения сегодняшнего дня. Давайте освободим её. А освободить от чего? Конечно, освободить от достоинства, освободить от одежды, которую она носит, освободить от гордости, которую она имеет, освободить от знания о том, кем были её предки. Давайте освободим эту девушку. Давайте дадим ей свободу. Ну, девушка, давай, идём же. Идём к тому, чтобы потерять своё достоинство. Опускайся, чтобы тебя высоко оценили покупатели. Идём, чтобы на тебя всегда глазели люди. Идём, чтобы тебя оценивали только лишь по внешним параметрам. Если подходишь требованиям, то ты хороша. Насколько хороши внешние данные, настолько хорошо ты и выглядишь. Но не имей значения, что у тебя внутри. А лишь то, что снаружи. Как будто ты объект плотских желаний. Словно вещь, оцениваемая человеком. Они относятся к тебе, как вешалки. Вешают одежду. В этом году красный цвет, и все начинают надевать красный. В этом году чёрный цвет, и все начинают надевать чёрный. Это ниже колено, то выше колено. Разрез справа, разрез слева. Разрез спереди, разрез сзади. Как будто игрушка. Ты словно рабыня для человека. Который велит тебе, что делать, а что не делать. Что одевать, а что не одевать. И это есть та свобода, про которую вы мне говорите? Или же ты рабыня Аллаха, Свят Он и Велик? Человек, которому не важно, кто ты и куда ты идёшь, знаете, всё закончится адом, если следовать за таким человеком. Или же ты последуешь путём Аллаха, Свят Он и Велик, который желает для тебя бесконечного счастья, который желает, чтобы ты вошла в блаженный рай. Вы про такую свободу говорите мне. Если ты такая, то, сестра моя, ты должна сделать выбор. Каждый успешный мужчина нуждается в хадидже. Итак, первым человеком, принявшим ислам, была женщина. И первым человеком, умершим ради ислама, была женщина, Сумая. Одним из больших учёных ислама, была женщина, Айша. Человек, который любил пророка, алей-иссаляту ассалям, больше всех, была женщина. Кто же она? Фатима. Человек, который сделал большое пожертвование в исламе за один день, была женщина. Ханза. Одним из величайших воинов в истории ислама была женщина. Ауля бинт аля-азуар. Она сражалась на спинах коней, уничтожила много врагов. Она сражалась вместе с воинами и вдохновляла их. Эта лекция, иншаллах, освящается для каждой нашей сестры, которая любит Аллаха Святого Великого и Его посланника, алей-иссаляту ассалям, которая живёт, защищая Коран и Сунну, и которая живёт ради довольства Всевышнего. Я хочу поговорить с тобой, с тобой, с настоящей. Я не хочу говорить с губной помадой, или с цветной линзой, или с розовыми волосами, или с жевательной резинкой, или же с покачивающейся головой под айпад, или с сапогами скотницы и с искусственными ногтями. Я хочу поговорить с тобой, с истинной ты, с сердцем, душой и разумом. Про те вещи, которые захоронены у тебя глубоко внутри. Про которые, я надеюсь, ты вспомнишь. Разве ты не помнишь, кто ты? И женщины, являющиеся одновременно одетыми и обнажёнными. Эти женщины одеты и в то же время как будто не одеты. Их одежда не закрывает их, как наподобие того, что мы наблюдаем в наше время. Отклоняющимися и отклоняющими в манере ходьбы, в манере общения и поведения с противоположным полом. Пророк, саллиллаху алейкумсалям, говорит, «Они не войдут в рай, эти люди даже не ощутят его благоухание». То есть женщина, которая выходит из дома с подчёркнутой фигурой или с непокрытыми волосами и наряжённой в той или иной форме или надушенной духами, за каждую повернувшуюся шею, за каждый посмотревший глаз ты понесёшь часть греха человека, который совершил это. С момента выхода из дома и до возвращения обратно ты, возможно, будешь думать о миллионах вещах. Ты, возможно, будешь думать о школе, университете, об экзаменах, о покупках, о соцсетях, об учёбе, о друзьях и о встречах. Ты можешь сидеть в автобусе, читая Коран или делая зикр. Посмотри на неё. Разве ты не знаешь, что Аллах смотрит на тебя? И не подозреваешь, что парень, чьи глаза пали на твои бёдра, или его глаза пали на твои руки, или на твою шею, или на твою талию, или же на твои ноги, на любую из этих частей, ты совершаешь с ним схожий грех, потому что именно ты сделала возможным этот грех, ты сделала его доступным. Но откроется им от Аллаха то, о чём они даже и не предполагали. Смысл суры 39, аят 47. Грехи, 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 гора грехов никогда не предполагали. Люди придут в судный день, каким будет их состояние. Поэтому, клянусь Аллахом, это не просто грех. Наши враги, враги Аллаха и враги его посланника, али-иссаляту вассалям, враги Корана, враги верующих мужчин и женщин, они обманули женщин, как мусульманку, так и немусульманку, чтобы она продавала себя подобно куску плоти на улице. Они запудрили ей мозги тем, что всё, что бы она ни делала, это будет привлекать внимание. А это значит то, что она якобы свободная. К примеру, они сделали это посредством антиисламской пропаганды. Они ставят на ТВ несколько женщин с хиджабом и говорят, что это и есть признак угнетения, угнетения, угнетения. И то, что повторяется очень часто, начинает оседать в их головах. Так они берут это за истину и факт. Социологи вам скажут, и это не какие-нибудь догадки. Обученные исследователи-специалисты скажут вам, что когда женщина одевается более провоцирующим образом, то она получает зарплату на 40% больше. Чем выше юбка, тем выше оплата. Чем больше пуговиц расстёгнута на блузке, тем больше оплата. Чем красивее волосы, тем выше зарплата. Они обманули женщин тем, чтобы они думали, как бы привлечь внимание. Ради чего? Ради того, чтобы удовлетворить свои извращённые желания. Они заподрили женщинам головы, чтобы они всё это воспринимали как достоинство и чтоб думали, что они свободны таким образом и что в конечном счёте они достигли равенства. Но я хочу сказать вам, что они, возможно, обманули тех женщин, но не тебя, не мою сестру, не рабыню Аллаха. Ты не можешь идти на поводу этого. Ты умнее этого. Сестра моя, о дочь исламы, та девушка, которая кривляется по ТВ, это не ты. Та девушка, одетая в бизнес-костюм и задерживающаяся допоздна в частной конторе, являющаяся чьей-то секретаршей, это не ты. Та глупая на плакате, это не ты. Сестра, о дочь исламы, стань скромной, не убирай вуаль, не убирай с себя хиджаб, чтоб не жалела потом. Стой на страже своей красоты, если ты стремишься к чести, потому что люди вокруг тебя подобны рыскающимся волкам. Поистине, они сразили в тебе самое красивое, аль-хая, скромность. Сестра, о ты, которая тратит часы перед зеркалом, посмотри на себя, разве ты не знаешь, что Аллах смотрит на тебя? Который видит тебя сидящей или стоящей и собирающийся ослушаться его? О сестра, которая тратит в салоне большую сумму денег с целью изменить свою внешность для вечеринки, улицы или школы, сколько бы ты заплатила, чтобы исправить свою внешность перед Аллахом, Свят Он и Велик? Сестра, я очень боюсь за тебя. Сколько красивых девушек с красивой кожей поражен на раком кожи? Сейчас это частое явление среди женщин. Скольким красивым девушкам пришлось проходить через эти процедуры? Мучительные, тягостные, горестные процедуры. И все это из-за болезни рак гурди. Ты думаешь, что эти болезни были и раньше? На самом деле их не было. Я боюсь, что наказание Аллаха настигнет тебя. Прикрой себя. Я боюсь, что ты не думаешь о том, что и вправду можешь умереть. Клянусь Аллахом, ты умрешь. Мы уже говорили про это много раз. Тот парень, голову которого ты заставила повернуться на улице, не принесет тебе пользы, когда ты будешь лежать на той доске и люди будут омывать твое тело холодной водой. Нет более красивой женщины, чем мусульманка. И нет никого, кто сравнится с ней. Она является рабыней Аллаха и одевается ради довольства Аллаха. Не уподобляйтесь многобожникам. Эта женщина перед выходом из дома, как и другие женщины, смотрит в зеркало. Но они смотрят в зеркало по разным причинам. Когда уличная девушка смотрит в зеркало, она смотрит, чтобы удостовериться, что у нее самый лучший стиль, что она хорошо выглядит, что она может привлечь мужчину. Но когда мусульманка смотрит в зеркало, она проверяет, оделась ли она надлежащим образом, чтобы Аллах был доволен ею. Удостовериться, покрыта ли она, чтобы выйти на улицу. Она покрыта ради довольства Аллаха. Когда она поступает так, тогда она становится красивой. Противоположность. Чем взрослее становишься, тем больше учишься. Чем больше у тебя становятся иманы, тем больше ты отвлекаешься от некоторых мирских вещей. И ты более не любишь делать то, что делал раньше, потому что что-то случилось с тобой. Так что же случилось с тобой? Что-то произошло в сердце моем, что изменилось во взгляде моем. Теперь Коран у меня в голове, Коран в моем сердце. Теперь я люблю Пророка, алейхиссаляту ассалям. Теперь я люблю Аллаха. Что-то есть во мне, теперь я другая, и теперь у меня другие чувства. Я предупреждал и предупреждаю, те из вас, которые любят мирскую жизнь, не делают различия. Значит, в сердце твоем слабая вера. Будь осторожна, будь осторожна, будь осторожна. Ты должна сделать выбор. Спроси себя, у тебя это жизнь или образ жизни? Что у тебя висит на стенах? Кого ты слушаешь? На кого ты равняешься? Кого ты пытаешься изобразить в своей походке, общении, еде, одежде и так далее? К сожалению, вы можете увидеть, что некоторые из них просто идут по течению. Вот так я качусь, вот мои побрякушки, так я и двигаюсь по жизни. Это правда. Почему? Потому что это давление и влияние сверстников из окружения. Ты должна знать, кто ты, свое истинное я. Когда ты посмотришь в зеркало, моя бабушка, моя праматерь, это Хадиджи, разве ты не знаешь, кто ты, моя сестра, твои предки? Ты дитя, ты внучка Айше, Фатима, да будет доволенными всеми Аллах. Поистине, ты должна гордиться собой за это. Подумай о том, что сделал ислам. Извлеки урок из эпохи Джахилии до исламской эры, эры невежества. Ты увидишь, что у женщин не было прав. Женщин убивали, потому что их не чтили. Было позором, как упоминается в Коране, иметь ребенка-девочку. И что же они делали? Они убивали или закапывали заживо, или смирялись с позорным днем или с долгой жизнью. Передается, что один человек подошел к пророку Мухаммаду алей-иссаляту ассалям и сказал, «До ислама я совершил кое-что и боюсь, что Аллах не простит меня за это. Но мы знаем, что Аллах прощает все грехи, кроме одного, это ширк при общении со товарищей Аллаху, свят он и велик». После своей истории он сказал, «У меня была дочь, мне было стыдно, я терпел несколько лет, и через некоторое время я решил, что закопаю ее или выброшу ее в водоем. И когда я сделал это, я слышал, как она говорила, «Ты убил меня, отец мой!» Я ждал, пока ее голос не захлебнется до тех пор, пока она не умерла». Пророк Мухаммад саллиллаху алей вассалям заплакал, и люди вокруг плакали. Поэтому Аллах свят он и велик не спослал в судный день этот маленький ребенок, маленькая дочь до ислама, когда спросят, за какой грех ее убили, какую же ошибку она совершила, на каких правах вы убивали своих дочерей. В судный день она придет и спросит тебя, «Какой грех я совершила, чтобы ты убил меня? Какое ты имел право убивать меня?» И это первый признак того, что ислам почтил женщин. «Окунись в историю, и ты увидишь, что ислам дал женщинам права наследовать, дал права голоса, дал права женщинам иметь свое дело. Это все достоверно, что ислам дал права женщинам давным-давно. Они спорили и обсуждали не сто лет назад или подобно этому. Ислам дал права женщинам еще 1400 лет назад». Представьте, братья и сестры, если вы заглянете в историю, то увидите, что их вера сама говорит про это. Если посмотрите в их писании, то увидите множество подтверждений, и так будет говориться об одном и том же. Удивительно. Враги говорят, что ислам не чтит женщин. Но ислам чтит женщин. Мы чтим их намного больше, чем вы можете себе представить. Они возвышены. Ислам – это единственная религия на свете, которая возвысила мать над отцом в три раза. Ни одна религия в мире не чтит женщину больше, чем ислам. Если вы вдумаетесь, то поймете, что ислам – это единственный правильный путь. Ислам учит тому, что даже когда ты идешь просить руки девушки для женитьбы, невеста все равно остается в хиджабе. Почему? Потому что ты не смотришь на то, что скрыто под ее хиджабом, на ее тело. Ты смотришь на ее ум, на ее качество, ее характер, сердце, на ее религиозность, на ее нравственность. И никак по-другому, как встреча в барах, прекрасна ли она везде или пользуется чем. Я пытаюсь представить это в контексте семьи. Вы уловили суть? Вы поняли, о чем я говорю? Аллах поможет тебе. Ну, конечно, для сестры это трудно. Ты думаешь, это легко? Вовсе нет. Ты можешь мне сказать, брат, я ношу хамис, я ношу бороду. Нет, нет. Ты попробуй надеть хиджаб и пройтись по улице, если ты думаешь, что это легко. Это совсем не легко. Люди смотрят на женщин. Ты должна гордиться, сестра. Это великая честь для тебя быть мусульманкой. Ты отличаешься от тех, кто ходит полуголыми. И ты держишься, даже когда жарко под солнцем. Ученые говорят, что каждая капля пота с твоего тела будет весить тяжело на чашах весов. Если ты покрыла себя здесь, Аллах покроет тебя в судный день, где не будет тени, кроме тени трона Всевышнего. Пятьдесят тысяч лет. Представьте себе. Правдивая история. Молодая девушка в хиджабе, а другая, предполагается, что тоже мусульманка, и говорит, разве тебе не жарко? Что же ответила та, которая в хиджабе? Скажи, огонь гиенны еще жарче. Представь себе, сестра моя целомудренная, почтенная, никто не сможет увидеть ничего, кроме того, что разрешено или кому разрешено. Представь себе, сестра моя, будто бы ты единственная, кто сражается, в то время, как вся армия бежала. Ты единственная, кто держится, саля, в среде полной проказы, проступков и злодеяний. Представь себя, сестра моя, воскрешенной, на кафедре полной лучей, и ты гордишься тем, что произнесла свидетельство Единобожие, тогда как вокруг тебя не делали этого. Представь себя, сестра моя, как тебя называют Аль-Калииль, та, которая среди меньшинства. Да сделает Аллах нас из этой малочисленной группы. Амин. Но среди моих рабов малоблагодарных. Смысл суры 34, аят 16. А как можно стать благодарным? Аллах Святой и Велик дает ответ. О, род Дауда, трудитесь в знак благодарности. Деяния, поступки. Представь, сестра, начнешь одевать хиджаб. Представь, что будет тебе честь, когда будешь ходить. Никто никогда не будет тебя видеть и не будет говорить, она ходит так, она ищет то. Мы имеем в виду в общем, в контексте понимания чести и целомудрия женщины. И, конечно же, благословение Аллаха, Свят Он и Велик. Повторюсь еще раз, не обманись, сестра моя. Не слушайся их, как поступили некоторые, опять же, в так называемой мусульманской стране. Они сняли свой хиджаб и начали топтать его под ногами, заявляя, что это свобода. Аллах Велик. И любой, кто последует за этим, будет совершать этот грех досудного дня. Можете ли вы только представить себе такое? За каждый волос, который был показан Нима Храму, мужчине, который может жениться на тебе, это будет считаться грехом. Теперь представьте сестер, которые не покрыты. Каждый ее волос на голове будет засчитываться за грех. Знаешь ли ты, сколько людей видели тебя не покрытой? Умножь это число на дни своей жизни и посчитай. Пречист Аллах. Разве ты не видишь сестер на западе, покрытых хиджабом? Как ангелы. Я никогда не имел к женщине столь сильного чувства уважения, пока не увидел сестру в одной из западных стран, которая покрыта хиджабом. Она словно ангел, идущий по улице. Некоторые сестры говорят, я не хочу выделяться. Сейчас трудные времена. Это не то, то, не то. Ей скажут, ты противоречишь Корану, о сестра. Аллах Святой Новелик говорит, одевайтесь так, чтобы вас узнавали. Тебя будут узнавать и не будут обижать. Как меня могут узнать? Я ведь не такая девушка. Нет, это заявление о том, что я мусульманка. Поэтому не шути со мной. Откуда берется жемчуг? Красота жемчуга разве не внутри ракушки? Ракушка сама может выглядеть некрасивой, но в счет берется то, что внутри. Это и есть красота в женщине-мусульманке. Будучи мусульманкой, сестра моя, твоя красота – это кто ты есть внутри, сама, та, которая ты на самом деле, та, которая была создана для цели. Красота та, что под хиджабом, а не та, которая снаружи, искусственная, как некоторые сестры, выглядящие как нечто. Возьми эту сестру, смой с нее всю краску, всю химию и остальное. Она станет выглядеть как… Та дарует ей Аллах сламудрие. Но красивая – это та, которая поклоняется Аллаху Святу на велик, несмотря ни на что. Ты начинаешь восхищаться такой сестрой и уважать ее, сестрой, которая будет с тобой в раю, иншаллах. Все, конечно, совсем непросто, что даже братья обманываются. Они воображают себе картину о том, что вот она та, на которой я хотел бы жениться. Вот та красота, вот эта любовь. Но разве ты не видишь, о брат мой? Посмотри на истории прежних поколений, и ты увидишь, что хиджаб был и до исламы. Когда люди говорят тебе, что женщину-мусульманку угнетают, что их заставляют одевать хиджаб, о брат, ты просто сам не знаешь, что еще не выполнил свое домашнее задание. Вернись к ранней истории, и я задам тебе один вопрос. Какой был цвет волос Марии, мир ей, матери Иса, алей-иссалям? Какой был цвет ее волос? Они не будут знать, они скажут, я слышал, что коричневого цвета, черные, может, рыжие, я слышал, что синие, да, возможно, синие. Да ладно, брат, это ведь не нечто марсианское, давай уже спускайся на землю, давай. Было такое, что приходили из администрации в школу и беседовали про сравнительное религиоведение и на тему мировых религий. Я спросил, ты знаешь почему? Не знаешь? Потому что что? Она ответила, да потому что она была покрыта. Правильно. А что про монахинь? А, да, они тоже покрытые. Так давай же тогда освободи монахинь. Иди освобождай монахинь, освободи Марию, выходи на пикет. Я говорю, давай пойдем прямо сейчас. О чем вы думали? Что мы угнетаем женщин, что заставляем их носить хиджаб? Потом я пошел в разрез, это ведь европейская страна. Вы вроде должны были быть на вершине демократии. G7. Свобода и демократия в действии. Они приняли закон о том, что нельзя будет покрывать голову, а теперь проталкивают закон о том, что нельзя будет закрывать лицо, и так далее. И они говорят, что это и есть демократия. Они указывают, что делать, а что нет. Как жить и поклоняться, и кому не поклоняться, и как надо по-настоящему практиковать свою религию. Они это называют демократией. Аллах Велик. Во Франции после того, как они приняли этот закон, кто вышли на улицы, требуя право на ношение хиджабы? Это были мужчины-мусульмане? Мужчины-мусульмане, которые скандировали «Мы хотим угнетать наших женщин, пусть носят хиджабы». Нет, это были женщины-мусульманки, которые вышли на улицы Франции, которые требовали свои права на ношение хиджабы. Это были просто гражданки Франции, которые вышли с поддержкой прав мусульманок, пусть остаются, держась за ля-иляха-илляллах Мухаммада Расулуллах. Потому что это твоя линия жизни. Клянусь Всевышним, эта жизнь коротка. Как бы то ни было, сестра моя в исламе, я могу сказать, что очень горжусь вами за то, как вы держитесь за хиджаб здесь на Западе. Это, по сути, борьба днем и ночью. Но что же она получает? Это рабыня Аллаха, когда я слышу ее плач на другой стороне линии, которая говорит, мой отец отречется от меня, если я надену хиджаб. Я сказал, прости, сестра моя, повтори еще раз. Мой отец отречется от меня, если я надену хиджаб. Отец говорит, если ты наденешь хиджаб, то я отрекусь от тебя. Или еще хуже, мой муж требует, чтобы я сняла хиджаб. Я говорю, Аллах Велик, не могу поверить, что слышу такие слова своими ушами. Разве ты не слышала, брат мой, что в раю будет знамя, на котором будет надпись? Те, кто видят противозаконное со стороны своих женщин, за которых они ответственны, и соглашаются с этим, как бывает, например, обтягивающая одежда, несколько укороченная или снятие хиджаба и выставление частей тела на показ и тому подобные действия. Или же если сами мужчины просят ее сделать что-то противозаконное или харам, запретное. Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. Такой человек и называется Дайюс. В судный день будет знамя, на котором будет указано, что для Дайюса не будет разрешено войти в рай. Поэтому, братья и сестры в исламе, будьте очень осторожны. Поэтому последователи хадиджи нашего времени, последователи айши нашего времени, должны воспитываться в атмосфере, чтобы они могли понять истинный ислам. Люди – это продукт общества. Среда, которая окружает тебя, способствует тому, что ты делаешь, или помогает верить в то, во что ты веришь. Итак, я вас прошу, братья и сестры, чтобы вы растили своих детей в правильной среде. Пусть у них будут праведные друзья. Дом строится с фундамента. Поэтому пророк Али-Иссаляту Ассалям говорит, учите своих детей совершать намаз с 7 лет, а не тогда, когда они достигают половой зрелости в 15 лет. Нет, это уже очень поздно. Так же поступайте и в вопросе хиджаба, братья и сестры. Приобщайте их, чтобы они росли так, чтобы знали красоту ислама, и в чем красота хиджаба и его награда. В 7 лет ты сама начни, не спрашивай мужа. Пусть дети будут в правильных компаниях. Выберите для своих будущих детей правильных супругов. Мать должна быть примерной, ибо она та, кто обучает их. Я прошу тебя, брат, быть активным, а не реактивным. Твои дети имели на тебя права еще до того, как они были созданы. Это совсем другая тема, но, брат мой, именно так они должны расти. Иметь отношения с хорошими друзьями. У тебя нет выбора в отношении семьи, но у тебя есть право выбора в отношении друзей. Существует три критерия для поиска сестры. Нужно придерживаться их, чтобы воскреснуть с Айшей и Хадиджей, иншаллах. Первое, когда ты видишь их, то они напоминают тебе об Аллахе. Второе, когда ты видишь их, они напоминают тебе о пути в рай, иншаллах, о прямом пути. Третье, когда они говорят, твой иман увеличивается, то есть напоминают тебе о рае, аде, смерти. Если вы найдете таких сестер, то держитесь за них. Я скажу тебе, сестра моя, ты наша сестра, наша мать, наша дочь, наша супруга. Вы являетесь матрицей этой уммы. Вы основа этой общины. И это и есть причина того, что мы почитаем вас. Поэтому пророк Мухаммад, алейхиссаляту ассалям, перед смертью дает нам наставление. Относитесь к своим женам хорошо. Почему 1400 лет тому назад он знал, что наши враги придут к нам через ислам посредством женщин? Они начнут внедрять эти идеи про свободу. Поэтому он говорит, ухаживайте за женщинами. Ведь они будут воспитывать ваших детей. Ведь они – это стержень уммы. Почему? Потому что община строится из стран. А страны строятся из сообществ. А сообщество строится из семей. А стержнем семьи является именно мать. Нравится это вам или нет? Это она, которая заботится о тебе и о твоих детях. Поэтому мы должны заботиться о них, братья мои. Итак, братья мои, я прошу вас о следующем. Вы должны сказать своей жене, я люблю тебя. Минимум три раза в день. Заботься о своей женщине, о брат мой. Это наставление пророка Мухаммада, алейхиссаляту ассалям. Чтобы когда враг приходит и говорит, тебя ненавидят, тебя угнетают, ты говоришь, нет, я уважаема, я любима, я возвышена и почтена, и мне все облегчено. Да, я достойна. Почему? Потому что пророк, алейхиссаляту ассалям, наставил нас. Он говорил, Аллах благословил меня ее любовью. Лучший из нас признавался в любви, о брат мой. Поэтому, когда вернешься домой, я не буду говорить тебе, что делать. Это другая тема, но ты поймешь. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту ассалям, говорит, твоя мать, твоя мать, твоя мать и только потом твой отец. Разве этого недостаточно? Мои братья и сестры в исламе, я вас покидаю только с одной вещью. Эта женщина в твоей жизни, будь то твоя мать, твоя дочь, твоя сестра или супруга, является единственным творением на этой земле, которое будет голодать, чтобы ты ел и был сыт. Она останется испытывать жажду, чтобы ты утолил свою жажду. Она будет проводить бессонные ночи, чтобы ты наслаждался комфортом сна. Она пожертвует своей жизнью, чтобы ты оставался жить. Она будет смеяться, видя тебя смеющимся, и она будет плакать, видя тебя плачущим. Она посвятила свою жизнь, чтобы ты мог стоять на своих ногах. Ты увидишь, что таковым являешься, благодаря своей матери. Потому что за нашими спинами – женщины. Теперь вы понимаете, кем является женщина в исламе. Их права, их почесть, любовь и уважение, которые они имеют в наших сердцах и душах. С сегодняшнего дня, брат мой, как только ты увидишь на улице сестру в хиджабе, делай за нее дуа. Проси Аллаха дать ей стойкость. Проси Аллаха дать ей джаннатульфердаус. Проси Аллаха, чтобы он воскресил ее с Хадиджей и Айшей, да будет доволен имя Аллах. Проси Аллаха вознаградить их за терпение, борьбу и старание. Пусть они вкусят воду из источника Каусар. Проси Аллаха, чтобы он укрыл их в судный день тенью, когда не будет иной тени, кроме тени трона Всевышнего. Я прошу Аллаха укрыть нас тенью в судный день, когда не будет иной тени, кроме тени его арша. Я прошу Аллаха, чтобы он помог им держаться крепко и чтобы они оставались праведными и даровать им поддержку, особенно тем, которые проживают в немусульманских странах. Делайте за них дуа всегда, да благословит Аллах их всех. И последняя дуа – хвала Аллаху Господу миров, мир и благословения пророку, его семейству и сподвижникам. Да воздаст Аллах вам добром, да пребудут мир, милость и милосердие Аллаха над вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok